Вы любите Игру Престолов так же, как и мы? На house.stark.ru вы найдёте всю атрибутику по сериалу. Футболки, кружки, чехлы, подвески и даже спиннеры. А введя промокод iVideos, при покупке вы получите скидку в 15%. Также сейчас там проходит крутой инстаграм-конкурс, где вы сможете выиграть брошь Десницы Короля. Подробности в описании. Продолжение следует... Мы действительно долго не могли решить, кому быть в этой компании, а кому не быть. Разумеется, на ум приходила чёртова дюжина. У каждого есть веская причина ненавидеть остальных. Это реально стоило того, знаете, собрать вместе все эти отбросы. Кучка наших любимых персонажей, большинство из которых не пересекалось на экране, внезапно оказались вместе на краю света. Мы объединили Тормунда, Пса, Джона, Беррика, Джороха. Весёлая вышла компания. Последовательность происходящего ясна на визуальном уровне благодаря Аллану и его команде. Суметь соединить сотни людей, погоду, визуальные эффекты, пламя, множество движущихся деталей и умудриться сделать всё это художественным, Такая задача много требует от режиссёра. Три, два, один, поехали! История о семи людях, застрявших на скале и атакованных ходоками. Я пытался донести историю ясно. Их задача просто защищать периметр, который сужается с каждым неверным действием. И мы видим, как непросто удержать порядок в подобном хаосе. Это не с котятами биться. Это... Ты не видишь ничего, кроме людей, бьющих друг друга, и прилагаешь усилия, чтобы говорить с актёрами, типа, «Нет, здесь у нас линия, и нужно показать, что её невозможно разрушить». Или она разрушается. Было важно создать ситуацию, в которой аудитория, надеюсь, так и было, будет уверена, что кто-то из персонажей умрёт. Мы писали это, но когда я смотрел, в голове мелькала мысль, «Бляха-муха, Тормунд умрёт». Каким-то образом мой рациональный ум оказался подавлен, и я действительно поверил, что Тормунд умрёт. Неважно, насколько хороши визуальные эффекты или... или создатели декораций, нет ничего более впечатляющего, чем натура. Исландия существует, она реальна, прекрасна, холодна как ад, и ничто не сравнится с перенесением реальности на экран. Это ни на что не похоже. Зачастую это вообще не похоже на реальное место. Я беспокоился, что зрители подумают, что блики на ледниках – это просто дешёвые эффекты. Чем красивее местность, тем сложнее снимать там, что бы то ни было. Мне кажется, это очень дерзко – снимать на площадке со столь ограниченным дневным светом. И ты сталкиваешься с подобными условиями или даже хуже. Это добавляет ощущение реальности. В «Мире Престолов» мне всегда нравились съёмки на ландшафтах, которые будто из прошлого, и переносят тебя в столь жестокие и неплодородные места. Вроде уже ничего не должно удивлять нас в подобной работе, но чёрт, разве можно не впечатлиться подобным? Это просто нечто. Сюда нереально добраться без гигантского джипа. Тот ещё способ доставки на работу. Технической команде в Исландии необходимо было разбить лагерь, чтобы всё было готово к съёмкам. И делать это приходилось под покровом ночи, чтобы команда могла работать сразу по приезду. Мы снимали на линяках, у всех на обуви были шипы, потому что иначе ты рискуешь подскользнуться. Но даже шипы не давали гарантий. Некоторые ребята падали, лёд под ними начинал трещать, но, к счастью, обошлось без травм. Три, два, один, поехали! Чтобы снять эпизод с полярным медведем, нам пришлось тянуть его линию на протяжении четырёх сезонов. Мы думали, всем понравится идея с медведем-зомби, но реакция была типа, «Боже, они реально прописали этого сраного зомби-медведя». Берни и прочие ребята из команды Эффектов пытались в самой мягкой форме сказать нам, «Идите нахер, никакого вам зомби-медведя». Мы так долго создавали ощущение того, что встретить подобное за стеной реально. Поэтому мы буквально стояли на коленях и умоляли, «Чёрт возьми, мы хотим зомби-медведя». Мы изучали укусы, которые оставляют полярные медведи. Как он раскидывает ребят, как хватает кого-то и трясёт. А затем взяли наши тросы и принялись репетировать с ребятами, используя разные способы подъёма и бросков, чтобы добиться верных форм и энергии. Сперва мы убеждались в абсолютной безопасности всего. Мы пробовали снова и снова, обычно с манекеном, и если проба нас удовлетворяла, то мы ставили туда человека. Мы зажали пылающий меч в челюстях, так, чтобы возможно было двигать головой и создавать давление на актёра, лежащего внизу. Я никогда не работал с теннисным мечом, притворяясь, что это медведь или... Я к людям привык, а мне все говорили, когда он пойдёт на тебя, помни, это медведь. Нет, ты не медведь, тебя зовут Тоби. И поехали! Сложность заключалась ещё и в том, что часть сцен снималась в Белфасте. Это один из тех случаев, когда съёмки начинаются в одной локации, а ты отвечаешь за то, чтобы завершить их уже в павильоне. Тебе необходимо провести тщательную домашнюю работу, чтобы совпала каждая деталь. И Аллен сумел создать целостную картинку. Когда мы стояли и смотрели на всё это сверху, создавалось впечатление, что мы строим целый аэропорт, не меньше. Масштаб просто невероятный. Мы создали природу. Иногда, проходя там, я думал, что мы просто сумасшедшие. Мы очень долго думали над тем, как же выглядят замёрзшие озера, и как нам добиться этой видимости. И мы начали с плотного фундамента. Затем забетонировали это, а потом принялись окрашивать так, чтобы походило на настоящее. Затем мы начали выяснять, как будет выглядеть лёд, как сделать его трёхмерным и прозрачным. Всё это весьма и весьма непростые вопросы. Стоп! Мы слегка подкрасили скалы, а затем сильно засыпали их снегом. Три с половиной тысячи мешков снега, шесть машин и пятнадцать грузчиков. Мы постоянно освежали его, добавляли ещё, а также ежедневно соскребали старый и меняли на новый. Да, это непросто. Это крутая площадка. Просто невероятная съёмочная площадка. Они зацементировали целый карьер, чтобы тот выглядел как ледяное озеро. Трудолюбие здесь превзошло всё. Мы должны были бежать по льду. И кругом всё выглядело настолько реалистичным. Фантастика. Я думал, это реальное озеро. А потом понял, что они сделали его для этой сцены. Это просто крышу сносит. Огромное количество людей, камера, и всё происходит ровно тогда, когда должно происходить. Изначально мы планировали сделать проруби там, куда предполагаемо должны были падать люди. Но затем поняли, что температура воды будет просто непростительно холодной. Тогда мы поняли, что при помощи технологий сумеем достичь этого и в павильоне. Когда ходоки проваливаются под лёд, мы снимаем это отдельными кадрами, а затем просто монтируем вместе. То, что происходит сверху, и то, что происходит подо льдом. На съёмках порядка десяти ребят падали, когда двигалась камера. А в итоге там падают сотни. Количество выросло. Все говорили, «Ух ты, будешь сниматься в резервуаре, класс!» Ни хрена! Это конец сезона, а меня окунули в холодную воду целиком в полном костюме. Это отстой. В сцене битвы адреналин всегда должен быть на максимуме. Было сложно, ведь приходилось накачивать себя и сбрасывать всё полностью. Каждые пять секунд. Всегда нужно быть готовым драться. А рядом два огромных норвежца, которые постоянно... Они актёры, это их работа, но всё же... Один из наших героев оказывается на вершине островка. Примерно в одиннадцати футах от земли. Необходимо большое доверие, чтобы падать на людей. Они ловили меня в том месте, где ты обычно приземляешься на коробке или воздушную подушку. Смешно, как всё изменилось. Во втором сезоне дракон сидел на плече Дэнни, а сейчас Дэнни сидит на плече дракона. И когда Дэнни взбирается наверх или спускается с дракона, это всё равно, что лезть на высотку. Мы сделали модель дракона, а затем воссоздали её в полном масштабе и привезли на площадку, чтобы он мог оказаться на поверхности замёрзшего озера. Я был уверен, что взобраться наверх с человеком на плече будет не так уж и сложно. Я никогда не летал на драконе и был уверен, что мы в порядке. Нужно просто держаться. В этом году всё немного жирнее. Мы сделали модель побольше. Сложнее всего приходится Эмилии. Одно дело играть в комнате с живым партнёром и полагаться на свои актёрские способности. И совсем другое, находиться в ситуации, в которой ты должна выдавать не меньший уровень эмоций в совершенно безжизненной среде. Это вам не бегать по Исландии в полном обмундировании. Знаете, чем сложнее работать, тем больше наслаждения. Но это... Я просто просила, а можно мне хотя бы подвесить экран с облаками или что-то типа того? Ну, я не знаю. Я вообще-то никогда не летала на драконе и не управляла такой мощью. Просто вы вообще можете такое представить? Струи огня, разрезающие лёд. Мы хотели убедиться, что это выглядит, как разрезающий факел, который взрывает лёд, мгновенно уничтожает его. Поэтому мы вновь работали с командой Сэма. И результат... Чёрт! Он просто великолепен. Мы знали, что Король Ночи воспользуется этой возможностью и понимали, что убить дракона можно одним-двумя чёткими прицельными попаданиями. Потому что, с одной стороны, ты видишь весь ужас того, что один из трёх уникальнейших существ в мире уходит под воду и не возвращается, и ты следишь за этим. Но, с другой стороны, ещё хуже наблюдать за тем, как он возвращается из-под воды с глазами белого ходока. И ходоки получились выдающейся частью шоу. В них вложено много работы, особенно в их глаза. И увидеть, как столь каноничное внешнее отличие приобретает размер волейбольного мяча, это, безусловно, тот самый момент, когда зрители воскликнули «Мать твою!» Переведено и озвучено для iVideos «Мать твою!»